Привет всем! Сегодня, я надеюсь, у нас пойдет разговор своевременный о коллекции весенней от Герлен. Хотела вам показать, какие продукты я закупила из этой коллекции, чтобы, может быть, предоставить вам немножечко инспирации, если вы интересуетесь также продуктами от Герлен. Это весной 2017 года много метеоритных обновок. Так, мне очень понравилась коллекция, она достаточно минимальная в этом году у них. Является, в принципе, очень носибельной и простой коллекцией, что мне очень инфонирует, так как я люблю метеориты и собираю их, наверное, вы знаете. Итак, давайте поговорим о том, что я купила из этой коллекции. Я купила три продукта. Все три продукта сегодня на мне. Во-первых, конечно же, я взяла на метеориты. Вот она, заветная баночка, коробочка. И это Happy Glow Pearls. Красота красивая. Написано 30 лет лимитированная коллекция. 30 лет метеорита. Давайте же встроим упаковку. И что мне очень импонирует, это то, что цвет коллекции главный, это такой пудрово-розовый. Именно такой припудренный, легкий, очень не барби-розовый, а именно нежный, нежнейший весенний розовый цвет. В последнее время у меня прямо притяжение к розовому цвету. Я ношу очень много розового. Я купила себе несколько предметов гардероба розовых. В том числе вот эту вот сумочку, что вы здесь видите. В общем, почему-то у меня вот такой вот светло-розовый момент наступил. Я много этот цвет ношу, хотя раньше никогда я не была известна своей любовью к этому цвету. И вот совпало так, что я уже где-то месяц ношу очень много розового. И герлян метеориты, и вообще вся весенняя коллекция инспирирована также этим пудрово-розовым прелестным цветом. Итак, вот шарик. Такой же похожий был в зимней коллекции не в этом году, а в прошлом. Тоже был шарик, тоже был белый с золотистым. Здесь не очень видно на камеру, но перламутровый розовый отлив у упаковки и розовые на сигерлен вокруг нижней части. Называются эти метеориты Happy Glow Pearls. В этом флакончике 30 граммов вместо обыкновенных 25. Видимо, у них проснулась совесть, и они перестали нас обвешивать. Итак, давайте сначала поговорим, конечно же, об упаковке. Это уже второй раз они выпускают такую. Внутри есть, да, зеркало, вот вы видите. Обыкновенная их уже традиционная пуховка меховая. Вот она тоже такого бледно-розового цвета. Опять-таки, не очень хорошо передается, но примерно цвета моего свитера. И мы приподнимаем эту пуховку. Метеориты в этот раз розовато-фиолетовые, бежевые и белые с розовым отливом. То есть вот такие вот вкусные конфетные, так сказать. Они действительно выглядят как припудренные сахаром леденцы. Так и хочется засунуть в рот, но лучше не надо. Пахнет, как всегда, конечно же, фиалками. И это в этот раз, метеориты, это именно такая нежная, припудривающая вуаль. Пудра действительно финишная или пудроусаживающая макияж. В зависимости от того, какой у вас тип кожи. Я уже раньше говорила, что я люблю усаживать макияж именно такой вот пудрой. Сейчас она на мне по всему лицу. То есть она не создает никакого корректирования. Мне только чуть оживляет тон лица, особенно в зимнее, предвесеннее время, когда мы все немножечко позеленели. И вот эти розоватые и немножечко лавандового цвета шарики именно, особенно для белокожих девушек, я думаю, очень-очень подойдут хорошо. Второй предмет из этого, из этой коллекции, это, конечно же, метеориты Happy Glow Blush. То есть как только выходит нечто новое в метеоритной коллекции, я всегда накладываю на это что-то в руки. И Happy Glow Blush, конечно, не прошла тоже меня мимо. Опять-таки 30 лет с первого запуска метеоритов. Для светлокожих девушек, конечно же, будет играть роль румяна. Примерно такая же упаковка, может, даже чуть более розоватая, как и в метеоритах. Опять-таки, вы вряд ли заметите на камере, но оно отливает розовым перламутром. Прекрасная упаковка с виду, однако, она пластиковая и достаточно легкая. Что и хорошо, и плохо, потому что для путешествия это, конечно же, хорошо, гораздо приятнее с собой вести что-то, что легкое. Но, с другой стороны, прошу вас, любители метеоритов, не ожидайте, что это будет компактная упаковка, похожая на вояжные метеориты или даже какие-нибудь другие, достаточно дешевая упаковка для Герлен. Хотя неплохая, конечно же. В любом люксе такая упаковка может выпуститься и пройти, но от Герлен я всегда ожидаю чуть-чуть больше, чуть-чуть приятнее, чуть более дорогая презентация, поскольку у них и цены тоже недешевые. Ну вот, сразу предупреждаю, конечно, для коллекционщиков вроде меня я все равно ее куплю и буду пользоваться, но для тех, кто очень-очень любит упаковки, я бы сказала, что это не выигрышная упаковка, хотя она очень симпатична на вид. Но вот, когда вы ее держите в руках, она очень легкая, в ней нету такой вот герленовской стабильности и какой-то фундаментальности, которая часто присутствует в их упаковках. Ну, давайте посмотрим внутрь. Внутри есть зеркальце и вот сами метеориты. Да, они довольно светлые. Вот я буквально вам показываю, насколько мало пигмента. Сейчас попробую на руке. Это серьезный такой сводч. Вот, вы видите, совсем мало пигмента. Действительно, он не очень яркий на сводч, но прекрасно кисточкой набираете. Должна сказать, что очень хорошо выглядит, особенно на моей вот такой вот довольно-таки бледной коже. Вы видите, оживляет очень хорошо и нанесено немного. Подсветка есть, да, как всегда в метеоритах. Но мне не пришлось очень много наслаивать этой пудры, чтобы добиться цвета на моей коже. Я думаю, на более темной коже будет сложно добиться хорошей цветовой отдачи. Это можно использовать как финишную пудру, может быть, да, но здесь только 7,5 граммов. Но для таких вот белосинейших, как я, конечно же, я бы советовала использовать как румяна. И действительно, как румяна, они смотрятся очень-очень мило. Вы видите, какой-то универсальный цвет. Совершенно любому по тону кожи, я думаю, подойдет. Но чуточку-чуточку может быть нейтрально прохладный здесь цвет. И сияние метеоритное присутствует, так же, как и запах. Последний продукт из коллекции этой весны. Я взяла помаду. Я очень люблю помаду Кис-Кис. Она сейчас у меня на губах, вы ее можете лицезреть. Я очень люблю помаду Кис-Кис. Они прекрасно сидят на губах, они обволакивают губы, они увлажняющие, они очень-очень приятные. Я бы сказала, что Кис-Кис мне даже нравится больше, чем Автоматик. И те, и другие у меня есть в большом количестве. Может быть, я сделаю отдельное видео на помады от Герлен. Их я очень-очень люблю, как и блески от Герлен. И, конечно же, увидев прелестную упаковку весеннюю, я не удержалась. Это, естественно, не метеоритная коллекция, а обыкновенная коллекция Кис-Кис. Но упаковка просто подходит на ура к остальной коллекции. Та же самая розоватая перламутровая упаковка, опять-таки, не очень хорошо передается на эту камеру. Как и обыкновенная Кис-Кис, такого же самого формата помада. Но этот перламутровый, пудровый, розоватый цвет, он просто прелестен, поскольку у меня слюни текут по этому цвету в этом сезоне. Почему, не знаю. Опять-таки, я купила и помаду тоже, хотя помад у меня слишком много, как собаки пятая лава мне нужна помада была. Ну, давайте же посмотрим на цвет. Там было два цвета. Один из них был с шиммером, а этот просто розовый, довольно нейтральный розовый кремовый цвет. Вот, он на камере, опять-таки, выглядит ярче, чем есть на самом деле. На самом деле, он, ну, этот цвет тот, что у меня на губах, вы видите сейчас, приятный, светлый, розовый, ничего такого жутко особенного в нем нет. Я бы не сказала, что цвет must have. Цвет этот можно найти, я думаю, в любой линейке, где угодно. Это очень базовый розовый цвет. Но если, во-первых, нравится Киски с формулой, как мне, или вам очень нравится упаковка, как мне, то я думаю, стоит взять. Потому что качество помады замечательное. Однако, я не уверена, что эта помада действительно стоит тех денег, которые они за нее просят. Для меня, как для фаната, для фаната Герлен, для фаната макияжа, да, оно того стоит. Но я бы сказала, что если вы не балдеете от вот этой линейки помад, то, конечно же, нет ничего такого особенного в этом цвете совершенно нет. Действительно, помада хорошо носится, очень хорошо увлажняет, прекрасно цветет на губах, снашивается без проблем. Формула для меня это одна из идеальных формул, которые только вообще можно найти в помаде. Итак, это все три продукта, которые я приобрела из этой весенней коллекции. На мой взгляд, коллекция очень приятная, очень базовая. Можно покупать из нее продукты базовые, и они будут использоваться, я думаю. Если вам нравятся метеориты, то точно эти метеориты вы будете использовать, особенно если вы не темнокожая девушка, а от светлого до среднего тона кожи. Я думаю, вы метеориты эти будете использовать с удовольствием. Также то же самое я могу сказать о румянах, которые в этой коллекции. И помада, конечно, выше всяких похвал, но не думаю, что это там старый продукт, и его нужно очень покупать именно этот. Просто такого рода розовый, он всегда пригодится в любой женской сумочке. Это все на сегодня. Приятных покупок. Напишите, если вы хотите что-то из этой коллекции приобрести. Это все на сегодня. Всего вам хорошего. Пока-пока.